Добрый день. Сегодня мы вам расскажем об эволюции млекопитающих. А на той лекции мы с вами завершили тем, что рассказывали о мезозойской эры. То, что мезозой у нас оказалось, что это время завроморфов. Представители этой ветви доминируют как на суше, то есть динозавры, так и в воздухе, например, птерозавры, и в морях. Ну, а что же с тироморфной ветвью? Ну, именно в это время возникает самая продвинутая группа, которая будет определять облик будущего кайнозойского сообщества позвоночных, а именно позвоночные млекопитающие или мамалии. Изучив детали этого процесса, исследователи пришли к такому выводу и выдвинули концепцию так называемой мализации териодонтов. То есть достаточно растянутая, во время появления самых различных представителей таксона, рассматриваемых в качестве предков отдельных признаков, которые характерны для таксонопотомка. Что это означает? Ну, вот было показано, что диагностические признаки, отличающие от мамалии от рептилии, а что являются этими диагностическими признаками, это внутреннее ухо, например, из трех косточек, мягкие губы, расширенные большие полушария мозга, появляются в различных группах зверозубых ящеров параллельно и независимо. Но лишь у одной из групп, которая, в общем-то, потом сформировала млекопитающих, восемь диагностических признаков объединились. И именно эта группа дала начало последствиям млекопитающим. Да, ну это вот группа циногнат, о которых мы говорили, когда описывали фауну пермского периода, и как раз в это время уже существуют циногнаты, и вот, собственно говоря, от этой группы тераморфных присмыкающихся и появляются млекопитающие. И надо сказать, что млекопитающие, как мы уже говорили на прошлой лекции, существуют параллельно с динозаврами в течение всего мезозойского, точнее, в течение всей мезозойской эры. Динозавры занимают крупный и среднеразмерный класс, а млекопитающие занимают мелкий размерный класс, и, соответственно, их удел — это удел мелких насекомоядных, аналог, скажем так, современных землероек. Это очень небольшие животные. Максимум размера, который достигают мезозойские млекопитающие, это современную, допустим, домашнюю кошку. То есть можно сказать, что тот лозунг, который выдвигается, что мезозой — это эра динозавра, пока инозой — это эра млекопитающих, это, в общем-то, в корне неверенно. Ну, если мы будем брать крупные размерные классы животных, то, наверное, верим, там же действительно крупные животные были в основном присмыкающиеся, динозавры, относящиеся к группе архозавров. А если брать вообще всю фауну целиком, то, конечно, неверим, потому что млекопитающие существовали в течение всего мезозойского периода, и, вероятно, настоящие млекопитающие сформировались уже в триасе, и весь мезозой существовал очень обширная группа уже вполне млекопитающих, которые отвечают всем признакам, свойственным мамалиям современным. И надо сказать, что, если взять, допустим, полиэтологическую летопись, то количество останков, найденных в мезозойских млекопитающих, нисколько не меньше, чем количество останков динозавров. То есть видовое разнообразие млекопитающих было очень и очень велико. И единственное, что, как я уже сказал, это были небольшие животные, в основном они относились, ну, одна из наиболее процветающих групп млекопитающих мезозойского периода, так называемая группа трикодонтов, которые очень походили на современных крыс или землеровек, но единственное, что... Я говорю, по размеру. Единственное, что у них была достаточно слабая дифференцировка зубов, они представляли зубы их в виде таких своеобразных конических образований, и, ну, за что, собственно, они получили свое название трикодонтов. И потом уже из трикодонтов к концу мезозои начнут появляться более крупные млекопитающие, которые уже в кайнозое дают вот тот самый колоссальный рассвет современно существующих млекопитающих, которые, в общем-то, на сегодняшний день являются... Опять-таки, если мы возьмем крупный размерный класс, они являются, скажем, повелителями суши. То есть наиболее крупные позвоночные животные суши это на сегодняшний день именно млекопитающие. Давайте обратим внимание еще раз на мезозоиских млекопитающих. Они здесь представлены? Ну, здесь изображена такая гипотетическая картинка, которая иллюстрирует один из таких... одну из теорий, почему вымерли динозавры, что якобы вот динозавры были... вымерли потому, что их потомство было выедено вот такими мелкими млекопитающими. И действительно, это одна из таких версий, достаточно интересных, объясняющих исчезновение достаточно большой систематической группы архозавров, не какими-то импактными гипотезами, то есть внешнего воздействия, там, падением метеорита, или там еще всевозможными наводнениями, задымлениями и тому подобное, а вполне внутренними биотическими причинами, когда динозавры, вероятно, так сказать, пострадали от того, что млекопитающие начали потихонечку выедать их потомство. Ну, здесь изображена как раз ситуация, когда трикодонты нападают на... находят гнездо динозавров и потихонечку выедают его содержимое. Ну, фактически появились млекопитающие, которые могли... которые являются уже истинно гомоэтернами, и такой, так сможем сказать, фокстерьер, и которые, в общем-то, в том числе нападали и на кладку динозавров, и на самих маленьких динозавров, которые также относились к субдоминантному классу. Да, то есть динозавры, естественно, они, несмотря на то, что были колоссальных размеров сами по себе, но их потомство было очень небольшими, такое компактное достаточно. И это связано с тем, что, естественно, увеличивать размеры яйца до бесконечности невозможно, и поэтому маленькие динозаврики, которые вылуплялись из яиц, они были очень небольшого размера. Естественно, что крупный динозавр, который размером со слона, им, в общем, было сложно уследить за тем самым разбегающимся своим потомством, который же размером чуть меньше кошки. И, естественно, что вот эти мелкие динозавры, динозаврики, то есть потомство крупных динозавров, оно становилось объектом преследования, охоты более эволюционно продвинутых, более активных, млекопитающих, живших в мезозоискуэру. Ну, кроме того, они, в общем-то, напоминали таких вот больших ящерец, грубо говоря. Да, совершенно верно. Они были примерно таким же кормом, в общем-то, для этих развивающихся млекопитающих. Да, и вот это одна из гипотез, которая объясняет исчезновение динозавров, что млекопитающие тоже сыграли здесь такую своеобразную черную роль в исчезновении этого класса гигантских рептилий. Ну, вот как раз мы когда говорили о мезозои, мы говорили о том, что климат мезозои был достаточно влажным и теплым. Да, была так называемая термоэра, когда климат по всей планете за счет вот такого очень плавного атмосферного переноса тепла от экватора к полюсам распространялся достаточно равномерно, и вся мезозоиская эра, по сути своей, была эра такого мягкого, теплого климата, и как раз именно поэтому было возможности существование таких крупных рептилий, у которых была так называемая инерциальная гомоэтермия. Ну, вот в начале кайнозои ситуация осталась примерно такая же, хотя вот уже к середине мезозои наступило... Ой, к середине кайнозои, да, наступило уже немножко похолоднее, так скажем. Да, считается, что произошли климатические перестройки в результате этих климатических перестроек, и, в общем-то, изменились и структуры самих природных сообществ, которые сформировались в кайнозои. И одним из ключевых сообществ, которые отличают кайнозоискую от мезозоиской, это как раз появление так называемых травяных биом. То есть принципиально новых мест обитаний, которые не существовали в мезозои, а это непосредственно такие места обитания, построенные на взаимном, скажем так, даже, можно сказать, некотором симбиозе между травоядными млекопитающими и травянистыми растениями. То есть благодаря вот этому, организации вот этого сложного флористическо-фаунистического сообщества удалось, точнее, появляются очень крупные пространства, занятые как раз вот этими травяными биомами. Ну, нужно сказать, что сообщество наземных позвоночных кайнозои развивалось независимо на трех разобщенных территориях, фаунистические контакты между которыми практически отсутствовали. Но это первая территория, это Австралия, с ее сумчатыми и однопроходными. Она, в общем-то, всем известно, что она изолирована и поныне. Да, так называемая, она Тагея. Да. Дальше Южная Америка сохраняла свою обособленность от остальной суши вплоть до Плеоцена, когда возник Панамский перешеек. Отсюда и проистекает современное разделение мира на три зоогеографические области, а именно на Тагея, это Австралия, Неагея, это Южная Америка, и Арктагея, это Евразия, Африка, и Северная Америка. Так вот, по мнению многих ученых, во всех этих трех областях травяные биомы возникали независимо, на базе совершенно различных комплексов крупных млекопитающих. Собственно говоря, есть серьезные основания полагать, что млекопитающие по-настоящему вышли в крупный размерный класс только благодаря наличию травяных биомов. Действительно, до появления таких травяных биомов, мы понимаем саванну, степь, какое-то редколесье с травянистой растительностью. Это вот те биотопы, те экосистемы, которые, в общем-то, и строятся на основе взаимоотношений травоядных и непосредственно самих травянистых растений. Нужно отметить, что раньше всего, где-то примерно в среднем, мы оценим, процесс начался в Южной Америке. То есть, формирование непосредственно уже млекопитающих, связанных с травяным биомом. Да, и сама формирование этих травяных биомов происходит за счет того, что млекопитающие травоядные выедают травянистые растения, которыми, как правило, являются злаки. А злаки реагируют на выедание ускорением своего роста. И таким образом, экосистема травяных вот таких мест обитания, она находится в таком своеобразном равновесии. То есть, злаки, с одной стороны, не формируют никаких приспособлений для уменьшения этого выедания. То есть, они не ядовиты, они не образуют никаких колючек. И таким образом, в общем-то, нет препятствий для выедания их травоядными животными. Но при этом у них возникают различные приспособления, которые способствуют быстрому восстановлению роста, можно так сказать. Даже поедание злаков стимулирует их рост и быстрое восстановление, регенерацию тех частей, растений, которые были съедены млекопитающими. Ну, это, в общем-то, такая вот параллельная, можно сказать, эволюция шла между травоядными животными и растениями. И растениями. И, естественно, они приспосабились друг к другу. Совершенно верно. Итак, давайте мы обратим внимание на как раз Южную Америку. Ну, нужно сказать, что в Южной Америке среди исходно листоядных южноамериканских копытных возникают первые травоядные формы, а также появляются гигантские травоядные броненосцы глиптодонты, смахивающие на большой танк. В среднем же оцене в Южной Америке впервые обнаруживается и плицевый спектр с высоким содержанием пыльцезлаков палеопочвы степного типа. Позднее в олигоцене, особенно в неоцене, возникает в высшей степени своеобразный комплекс пастбищных травоядных. Он включал неполнозубых, это, например, глиптодонтов, иноземных ленивцев, южноамериканских копытных, это различные липтотерны, вот они здесь представлены, точнее, и он здесь представлен справа, который демонстрирует сильное конвергентное сходство с частью с лошадьми, с частью с верблюдами. У пиротериев много общего со слонами. Ну, вот, собственно говоря, среди также гигантских ковиморфных грызунов некоторые из этих родственников очень похожи на из этих родственников морской свинки достигали размеров носорога. Действительно, вот такая фауна травяных биом Южной Америки, она на тот момент представляла себе уникальное образование, потому что Южная Америка была изолирована от других материков, и, соответственно, фауна копытных, которая формировалась в Южной Америке, она формировалась совершенно своими путями, и то сходство, которое эти животные имеют, допустим, с привычными нам копытными свойствами для арктогеи, было чисто конвергентное. Поэтому, действительно, крупные пиротерии, которые, внешне напоминают слонов, он как раз вот здесь в центре изображен. Очень интересная группа копытных, которые называют ликтоптернов, она как бы разделилась на две ветви. Одна привела к созданию вот таких ферблюдоподобных макроухений с таким небольшим хоботом, достаточно высокое животное, которое также изображено на слайде. А другая группа ликтоптернов привела к тому, что появились животные, вот как изображено внизу, это атериум, у которых конвергентным образом произошло формирование однопальцевой конечности. То есть, они появились, являются такими конвергентными, обладают конвергентным сходством с лошадьми или непарнокопытными из Арктагеи. Но наиболее распространенная группа копытных Южной Америки носила название Нотонгуляты, и именно эта группа дала колоссальный спектр различных форм, начиная от таких бегемотоподобных или носорогоподобных таксодонтов, которые тоже изображены на слайде, и также к ней относились значительно меньшие по размеру копытные, которые имеют конвергентное сходство с, допустим, кроликами или зайцеобразными. Хотя это животное похоже на кролика, но на самом деле это примитивное копытное. И надо сказать, что копытные и Южной Америки, и копытные Арктагеи формировались на основе одной, то есть, их предками были одна группа очень своеобразных животных, которые у нас имеют название канделяторы, и эта группа дала начало копытным как южноамериканским, так и копытным Арктагеи. Но и в том и в другом случае эволюция шла совершенно разными путями, хотя приводила к таким формам, которые имеют конвергентное сходство благодаря обитанию в сходных экосистемах. То есть, они имеют сходство благодаря тому, что занимали одни и те же ниши? Одни и те же экологические ниши, и поэтому они формировали даже внешнее подобие одни и другим. Да, но что касается хищников, то они были изначально в большом дефиците, поэтому, собственно говоря, хищничества здесь может возникнуть даже среди птиц и среди рептилий, поэтому здесь вот такое разнообразие по формам. Что касается хищников южноамериканских, то, как по очень меткому замечанию исследователей, которые занимаются восстановлением этих палеофаун, хищники были слабо выражены, не представлены хищники были в южноамериканской фауне в достаточном количестве. И эту нишу занимают совершенно разнообразные животные. Например, если все аналоги копытных Южной Америки это были плацентарные млекопитающие, то хищниками в Южной Америке в то время были наоборот сумчатые. В основном эту нишу занимали сумчатые. И достаточно большая группа хищников это была так называемая борги и ниды, которые по внешнему облику были достаточно разнообразны, начиная от такого вивероподобного существа, которое у нас представлено здесь на слайде, ну и заканчивая животными очень похожими на некогда жившего в Австралии и не так давно вымершего сумчатого волка, или манистского, как мы его называем. А самым, наверное, уникальным и крупным хищником Австралии того времени из млекопитающих был своеобразный сумчатый даже не знаю как тигр или лев, который носил название телокосмилос. Это животное обладает, ну, во-первых, сумчатое млекопитающее, но обладает удивительным конвергентным сходством с саблезубыми тиграми, так называемыми, которых арктогеи и, соответственно, эти, такими, как с мелодоном и хайрод. Вы же видите, у телокосмилуса точно такие же саблезубые клыки, которые как бы вставляются в своеобразные ножны, выросты на нижней челюсти. И это был наиболее крупный хищник того времени из млекопитающих, еще раз повторюсь, но при этом это не плацентарное млекопитающее, а, соответственно, с умчатым млекопитающее. Кроме этого, здесь существовали также так называемые сепи-казухи. Это сухопутные крокодилы с высокой узкой мордой. Вот они как раз изображены здесь внизу слева. Но предполагается, что их образ жизни напоминал современных комодских варанов. Ну, а в его цене появились дожившие до плейста цена, гигантские, до трех метров ростом, летающие хищные птицы, принадлежащие к журавлеобразному. Слева вверху. Да, это вот гигантская птица, которая носит название фараракос. По мнению палеонтологов, вполне возможно, фараракос был активным охотником и питался тем, что ловил относительно небольших млекопитающих. Хотя есть другие гипотезы, говорящие о том, что, может быть, вот эти гигантские нелетающие птицы, как фараракос, так и диатрима, о которой мы поговорим несколько позднее, вполне возможно, это были падальщики. То есть птицы, которые не занимались активной охотой, а всего лишь навсего выполняли роль современных грифов и стервятников. То есть, получилось, что из-за того, что пока хищники не сформировались, то эту роль пытаются выполнить и птицы, и, собственно говоря, перешедшие к такому образу жизни рептилии. Совершенно верно. Так как экологическая ниша не занята, необходимо формирование тех самых высших эшелонов экологической пирамиды, и ее занимают те группы, которые на тот момент могли, скажем, выставить такое конкурентно способное крупное животное. Потому что, когда появились настоящие хищники, конечно же, они потеснили на несуществующих. Ну, естественно, как более сложно устроенные современные хищники, то есть, отначающиеся группе корневора, они, естественно, значительно более приспособлены и более активны, и более конкурентоспособны. С их появлением вся вот эта вот фауна южноамериканских таких реликтовых хищников, и бегающих крокодилов, и нелетающих птиц, и, соответственно, страшных сумочатых тигров, естественно, вся потихонечку вымирает, и это иногда естественным путем я думаю, что вступая в прямое конкурентное отношение с появившимися настоящими плацентарными хищниками. Ну, а кроме этого, конечно, обращать внимание еще и на то, что вот форораксы были довольно гигантскими птицами, то есть до трех метров, и это может говорить о том, что, в общем-то, здесь в данном случае природа хотела решить проблему с хищничеством, как раз обращаясь в сторону гигантизма, то есть то, что мы увидели, например, вот так же с динозаврами. Ну, естественно, так как хищник должен быть, в общем, достаточно крупный по размеру, чтобы охотиться на примитивных копытных, которые обитали в Южной Америке, то он, естественно, должен достигнуть определенной размерной категории. И вот в такую высшую размерную категорию как раз в первых, в начале Кайнозойской эры в Южной Америке и выходят птицы. Ну, давайте сейчас коснемся Австралии. Нужно сказать, что в Австралии, в Натаге, формирование травяного биома началось много позже, в Неогене. Здесь явно сыграл роль дрейф этого континента по направлению от поля с экватором. В результате значительная часть его территории попала в условия засушливого климата. Основу здешнего сообщества пастбищных млекопитающих составили крупные травоядные сумчатые, а именно кенгуру и уже вымершие на памяти человека дипродонты. Давайте обратим как раз внимание на травяной биом Австралии. Австралийские экосистемы, они с точки зрения их заселенности, скажем, травяных и травидных систем, с одной стороны их формирование действительно началось позже всех, позже, чем в Южной Америке и позже, чем в Арктаге. Но при этом они заселялись наиболее примитивными млекопитающими, непосредственно сумчатыми. И как мы знаем, только в Австралии сохранилась крупная фауна сумчатых млекопитающих, а также только в Австралии на сегодняшний день сохранились однопроходные млекопитающие, к которым относятся тканусы и эхидны. Но вероятно, все к травяным биомам действительно их заселяют сумчатые, и сумчатые идут совершенно другим путем, чем плацентарные млекопитающие, и основную роль вот этих вот животных, которые выедают травянистые растения, переходит прежде всего к совершенно разнообразным кенгуру, вот, например, как на слайде показан гигантский кенгуру, или гипродонтам, которые по внешнему облику представляют нечто среднее между таким топиром и носорогом. Млекопитающие достаточно крупные, тоже, которые были растительноядными и питались травой. Надо сказать, что сами сумчатые млекопитающие появляются скорее всего в Южной Америке, и затем в Австралию мигрируют по мосту, который существовал между Австралией, через Антарктиду и Южной Америкой. То есть, некогда эти три континента были соединены вместе, и затем вот этот проматерик раскололся и дал начало трем существующим континентам. Так вот, вероятно, сумчатые возникли именно на этом проконтиненте, и первоначально они походили скорее всего на ныне существующего североамериканского опоссума. То есть, были, в общем, так скажем, красоподобные, небольшого размера, и только уже в Австралии они дают такую большую широкую экологическую радиацию и формируют самые разнообразные формы. В Южной Америке, как мы знаем, сохраняется небольшое количество видов сумчатых млекопитающих и по сей день, у которых в основном древесный образ жизни. В Северную Америку сумчатые проникают значительно позднее, когда образуется Панамский перешейк и соединяется Северная и Южная Америка, а из Европы и Азии известны останки только нескольких видов сумчатой, которые попали уже, соответственно, попали в Арктагею, но не смогли выдержать конкуренции с плацентарными млекопитающими. И уникальность Австралии заключается в том, что за счет своей изоляции на этот континент не проникли в большом числе плацентарные млекопитающие, именно поэтому мы там можем видеть реликтовую фауну сумчатых млекопитающих, доживших практически неизменными до наших дней. А если мы вернемся в те времена, то наряду с гигантскими кенгуру, депротодонтами, естественно, формировалась и фауна хищников. И точно так же, как и в Южной Америке, частично нишу крупных хищников занимают рептилии, в частности, крупный варан. То есть, опять здесь недостаток хищников. Опять-таки, недостаток хищников. Крупный варан мегалания, который питался как раз возможными растительноядными сумчатыми животными. И очень небольшая группа хищных сумчатых млекопитающих, таких, как изображенный здесь телокалео, который тоже был сумчатым и тоже, в общем-то, отчасти напоминал по своим каким-то повадкам и по образу жизни напоминал современных кошачьих. При этом, вот эта группа, которая относилась к телокалео, они, телокалео, это самый крупный представитель, он достигал размеров современного леопарда. Но там были, соответственно, более мелкие хищники, которые были не крупнее куницы или, скажем, кошки. Ну, вот варан мегалания, она располагается здесь посередине, вот здесь в середине такой черно-белый рисунок, и длина его может быть до 7 метров, то есть довольно, опять-таки, исполинских размеров. Ну, третий случай формирования травяного биома это арктагея. Нужно сказать, что здесь ситуация осложняется тем, что этот биом формируется на единой токсономической основе, но, судя по всему, независимо в Евразии, Северной Америке и сообщество пастбищных млекопитающих первоначально составляет не парнокопытные. Давайте обратим на них внимание. А именно, допустим, топиры, носороги в широком смысле и халикотерия, и нежвачные парнокопытные, например, свинообразные верблюды. Но чуть позже к ним добавляются примитивно трехпалые лошади и жвачные парнокопытные. Все эти группы формируются, как мы уже говорили, на базе некого такого прокопытного животного, который носит название канделяртры. Это не специализированная группа млекопитающих, разображенных вверху. И именно они дали начало всем современным существующим копытным, как в Южной Америке, так и Арктагее. В то время млекопитающие, о которых мы привыкли думать как о достаточно хороших знакомых, они имели совершенно иной облик, и многие свиньи достигали достаточно, например, если мы возьмем, рассмотрим свиней, то они достигали достаточно крупных размеров, и, кстати говоря, вели достаточно хищный образ жизни, как изображенный здесь Динохеус. Кроме того, в фауну копытных входили удивительные создания, которые носят звание диноцераты, и которые, по всей вероятности, не являются непосредственными потомками канделярторов, а ведут напрямую свою эволюционную линию от каких-то примитивных млекопитающих. Диноцераты, здесь изображен в центре уинтатерий, внешне напоминали носорогов, но при этом обладали крупными клыками и, в общем, чрезвычайно небольшим головным мозгом. Диноцераты существуют достаточно непродолжительный промежуток времени, после чего вымирают, не оставив после себя потомков. А непорнокопытные представлены очень интересной группой, которая носит название халикатерей, которая изображена внизу, и это такое своеобразное разно-лядное животное, которое сочетает в себе одновременно эти как бы признаки какого-то и, может быть, медведя отчасти, одновременно, но при этом это было растительноядное животное, которое жило в таких местобитаниях типа саван. И носороги в то время в Арктагии дают достаточно большой спектр разнообразных форм, из которых наибольшего внимания заслуживает изображен здесь эндрикатерий или его аналог биджелотерий. Это самые крупные когда-либо из существовавших на Земле млекопитающих рост их достигал порядка 8 метров. Одна только берцовая кость по своим размерам была где-то в рост современного человека. И вот такие эндрикатерии безрогие гигантские носороги составляли основу такого крупного размерного класса растительноядных животных для как раз тех времен и соответственно вот как раз в таких именно саванных комплексах. Ну нужно сказать что до олигоценности ситуация в травяных биомах арктогеи Южной Америки развивались параллельно. И там основными травоядными являлись копытные потомки различных канделяторов. И там хищники были явно примитивнее своих жертв. На юге сумчатые, на севере архаичные, всеядные, копытные. Расклад в общем-то который довольно сильно разительно отличающий полиоген от мезозоя. Давайте мы сейчас посмотрим на следующий слайд. Как раз мы видим хищных млекопитающих которые характерны были для арктогеи. И видим что принципиальная структура по сравнению с Южной Америкой тоже не меняется. И тут присутствуют хищные птицы крупные хищные до 3 метров в высоту диатримы. Тут же присутствуют сухопутные крокодилы буразухие которые вели абсолютно точно такой же образ жизни как сибикизухие в Южной Америке. И наиболее крупный размерный класс хищников представлен двумя очень интересными группами. одна группа так называемые мезонихиды которые несмотря на свое сходство с волками или с какими другими хищными млекопитающими на самом деле являются потомками тех же самых канделяртеров и по сути являются также копытными. Вот изображенный здесь эндрюзархус это самый крупный когда-либо существующий на земле хищник млекопитающий хищная у него только длина черепа достигала 85 сантиметров и соответственно из всех существующих млекопитающих это самая крупная хищная которая существовала когда-либо на земле а также основу фауны хищных млекопитающих составляли так называемые криодонты они занимались самый разный размерный класс представляли себя примитивных хищников и здесь изображен самый крупный из этих животных криодонт который носит название гиенодон он достигал размеров современного бурового медведя нужно сказать что все-таки ситуация изменилась когда на эволюционную сцену вышли современные хищники да как только появляются современные хищные млекопитающие корневора то есть это кошачьи это собаки ну собственно псовые это гиены ну и другие представители современных хищных млекопитающих то в общем на всех континентах ну за исключением Австралии они очень быстро вытесняют вот этих примитивных хищников начиная от соответственно эндрюзархов и гиенодонов и заканчивая громадными хищными птицами и сухопутными крокодилами то есть когда появились настоящие хищники заменяющие хищники в свое время рептилии или птицы они уходят просто с этой сцены да совершенно верно они просто исчезают потому что не выдерживают конкуренции с специализированными хищниками современного типа так здесь как раз представлены так называемые гепариновые фауны гепарионовые фауны гепарионовые фауны в том что в миоцене формируется как бы единство территории северного полушария за счет того что так известный берингийский мост существующий между северной Америкой и Евразией также обретает форму травяной биомы и если раньше он себя представлял лесную экосистему то с того момента когда там формируются травяные места обитания он играет уже роль своеобразного такого моста через который происходит великий зоогеографический обмен между северной Америкой и Евразией и Африкой с другой стороны получается что с этого времени травяной биом становится фактически единым по всей арктагии и при этом каждая из территории вносит свой вклад в становление его фауны и в результате ну как один из примеров вот такой некой фауны которая формируется для вот этих травяных бионов это очень известная гипарионовая фауна название получило по не менее трехпалой лошади гипарион которая была чрезвычайно распространена в то время и эту большая часть млекопитающих скажем так современного облика из Африки благодаря тому что сближается европейская Европа и Африка появляется мост через который возможно обмен видами из Африки приходят слоны соответственно из Северной Америки приходят лошади соответственно в эту гипарионовую фауну входят носороги туда же входят бегемоты туда же появляются настоящие копытные такие как полороги то есть формируется вот такая своеобразная фаунистическое объединение которое как я уже сказал получило название гипарионовой фауны так в начале плеоцены это где-то 7-8 миллионов лет назад самой природы был поставлен грандиозный эволюционный эксперимент установила сухопутная связь между Северной и Южной Америкой через Панамский перешей их фауны а именно Североамериканская являющаяся частью Арктагея и Южноамериканская пребывавшая весь кайнозой в условиях островной изоляции вступили в прямой контакт между собой и как мы здесь видим произошло перемешивание фаун на Севере появились сумчатые неполнозубые например броненосцы глиптодонты наземные ленивцы а на юге высшие грузуны например хомякообразные непарнокопытные лошади этапиры парнокопытные и так далее результатом вот этого появления панамского перешейка стало конечно катастрофическое изменение фауны Южной Америки очень известная работа посвященная этому явлению этому событию работа Симпсона под названием великолепная изоляция демонстрирует катастрофические последствия такого соединения такого контакта фауны скажем более продвинутых современного типа млекопитающих которые пришли из Северной Америки с достаточно архаичной фауной южноамериканских копытных и вообще южноамериканских животных То есть получается что северноамериканская фауна просто-напросто обогатилась а вот южноамериканская фауна здесь потерпела некоторое неудобство Да, потому что соответственно именно благодаря этому контакту происходит массовое вымирание южноамериканских многих южноамериканских животных или вымирание или их уход скажем в какие-то другие экосистемы и в результате вся вот та фауна копытных о которой мы с вами говорили и которая была характерна для Южной Америки она исчезает и ее место занимают уже вселенцы то есть более прогрессивные более развитые млекопитающие которые приходят из Арктагии а если взять конечный результат для Северной Америки вот это столкновение приведет к тому что в Северной Америке как совершенно было правильно сказано вселяются некоторые примитивные млекопитающие которые часть из которых сохраняется до сегодняшнего дня но это прежде всего то что до центральной Америки доходят в настоящие ментариалы броненосцев то что в Северную Америку проникло единственное на сегодняшний день существующее сумчатое которое живет в Северном полушарии это обыкновенный апоссум а также некоторое количество дикобразов то есть свойственных для Южной Америки грызунов которые сейчас могут быть встречены в Северной Америке а в Северную Америку в свою очередь в Южную Америку вселяется достаточно большое количество млекопитающих которые среди которых кстати говоря и лошади и слоны и многие другие группы но все они в конечном счете там вымирают и из вот всей вот этой вот богатства фауны которая вселилась по Панамскую перешейку если мы возьмем то в Южной Америке остаются естественно кошачьи и хищные и собачьи которые-то опять-таки пришли из Северной Америки остаются верблюды в виде лам гуанак и викуни которые опять-таки являются селенцами Северной Америки но еще целый ряд видов которые сохраняются до сегодняшнего дня в Южной Американской фауне так ну теперь мы коснемся самую последнюю четвертичную периоду и как раз хотелось бы поговорить о мамонтовой фауне четвертичного периода вообще что она себе представляет и вопрос который в общем-то сразу возникает при слове мамонтов почему мамонты вымерли ну точно так же как фауны только что с нами рассмотрены гиприоновые фауны и более ранее существующие фауны арктагеи натагеи и неогеи мамонтовая фауна формируется тоже в очень определенном достаточно таком узком узких таких природных условиях мамонтовая фауна свойственна для таком очень специфическом природном сообществе которое носит название тундра степь и формирование такого фаунистического объединения связано с появлением такого природного явления как покровное оледенение которые возникают в арктагее и движутся соответственно с севера на юг чем эти оледенения могут быть самые разнообразные их как мы знаем было достаточно много между этими оледенениями в четвертичном периоде были эпохи с достаточно мягким климатом но непосредственно сами ледники приводят к тому что у они их присутствие этих ледников формирует очень с одной стороны холодный с другой стороны аридный холодный сухой климат и формируется экосистема которая опять-таки основана на злаках но так как климат очень холодный то как бы идет сочетание с одной стороны степь то есть состоящий из злаков с другой стороны холод и наличие тундровой растительности которая сохраняется точнее не сохраняется а формируется по каким-то местам где есть достаточно увлажения то есть по долинам рек то есть получается ну для холода в общем-то мамы-то были приспособлены то есть животные обитающие в этот период холод им был уже не страшен холод был уже не страшен но основу их питания была все-таки степная флора а тундрыные сообщества как я сказал они в нашем нынешнем понимании тундрыные сообщества они формировались по долинам рек соответственно где-то во влажных местах обитания и вот такое сочетание с одной стороны типичных тундр во влажных местах со степью получил название тундра степь и вот в тундра степи формируется вот та самая мамонтовая фауна которая получила свое название за счет главного своего представителя непосредственно мамонта крупного слона, покрытого шерстью, который, скажем, был видом-индикатором этой мамонтовой фауны. Кроме него, в нее входили большое количество видов современно существующих животных, таких как овцебыки, сайгаки, современно существующие грызуны, зайцеобразные, ряд современных существующих хищных, таких как, например, волк, но и целый ряд млекопитающих, которые вымерли. Например, такие как гигантский олень, пещерный медведь, чертистый носорог, пещерный лев, еще целый ряд животных, которые существовали вместе с мамонтом. Ну, в общем-то, существует сейчас известная гипотеза по поводу вымирания мамонтов. Первая гипотеза это климатическая, с изменением климата, но она, видимо, связана с тем, что изменение, скорее всего, корма для мамонтов, то есть изменение растительности, то есть непосредственно тем, чем мамонт питался. То есть уменьшение по площади как раз той растительности, которой питался мамонт. Но если мы возьмем саму вот тундра степи, то аналогом вот тундра степи это будут какие-то высокогорные злаковые степи, так называемые пастбище яков, например. И, естественно, они занимают очень небольшие пространства по площади и не играют той значительной роли, которую в свое время играла тундра степь на границе ледников. И по всей вероятности вымирание мамонтов связано как раз с потеплением климата, потому что мы сейчас живем в межледниковую эпоху, и климат в среднем теплее, и он, скажем, и теплее, и более влажный. И как таковую тундра степи уже не существует на больших пространствах. Естественно, это повлекло за собой изменение флористического состава формирования тундры в нашем нынешнем понимании этого слова. И я думаю, что в современной тундре мамонт бы не выжил, потому что это принципиально иное растительное сообщество, которое уже не могло бы прокормить таких крупных млекопитающих, которыми являются мамонты и шерстистые носороги, ну и другие представители мамонтовой фауны. То есть просто изменение растительности привело к тому, что корм, которым питались мамонты, соответственно, не стало. Ну, прежде всего, изменение климата, которое повлекло за собой, соответственно, изменение растительности. И вторая гипотеза связана с тем, что, в общем-то, мамонты, вымирание мамонтов связано с деятельностью человека уже, который охотился на этих мамонтов. Но, скорее всего, эти две гипотезы просто взаимосвязаны. Да, просто по всей вероятности вымирание мамонтов началось, И вообще исчезновение мамонтов и фауны началось под воздействием климатических условий, изменения растительности. А пещерный человек уже поставил последнюю точку, постоянно используя мамонтов как продукт питания, будем так говорить, и просто стимулировал этот процесс вымирания. Хотя надо сказать, что находки замороженных туш мамонтов в вечной мерзлоте дают основание тому, что мамонт может быть клонирован. Как вы знаете, существует несколько проектов по клонированию мамонта, и кто знает, может мы через некоторое время получим клонированного мамонта, который где-нибудь в Якутии будет бородить. Но если проекты по клонированию, значит клетки мамонта находятся в замороженном состоянии, их можно разморозить, они живые? Ну, посмотрим, что из этого получится. По крайней мере, такие идеи существуют. Сегодня мы вам рассказали о млекопитающих, о том, когда они произошли и как происходила эволюция млекопитающих. В следующий раз мы расскажем вам о непосредственно некотором представлении об антропогенезе, то есть эволюции человека. А на сегодня мы хотели бы с вами попрощаться. Всего вам доброго, до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok